Чем занимается Украинское министерство по вопросам оккупированных территорий и как изменится деятельность этого ведомства после принятия украинского закона о реинтеграции Донбасса? Об этом наша сегодняшняя программа, но в начале сюжет моего коллеги Владимира Вахненко. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины создано почти два года назад путем реорганизации и слияния двух ведомств – Государственного агентства по вопросам восстановления Донбасса и Государственной службы по вопросам Автономной республики Крым и города Севастоколя. Среди основных целей министерства значатся в частности реинтеграция оккупированных территорий, координация деятельности по предоставлению гуманитарной помощи, а также преодоление последствий конфликта в Донбассе. Бюджет министерства в 2018 по сравнению с прошлым годом вырос почти в четыре раза до 168 миллионов гривен – это почти 6,5 миллионов долларов. Однако и этих средств недостаточно. Как заявляет министр Вадим Черныш, необходима масштабная государственная программа, которая позволит в комплексе решать как проблемы переселенцев, так и вопросы, связанные с восстановлением, разрушенной в ходе боевых действий инфраструктуры восточных регионов. Критики заявляют, что за минувшие два года новое ведомство не решило ни одного важного вопроса. Согласно обнародованному в январе отчету министерства, удалось в 2017 году вернуть с территории России 13 детей-сирот и добиться выделения в этом году 51 квартиры для временного проживания переселенцев в Мариуполе и Покровске. 18 января Верховная Рада Украины приняла закон об особенности государственной политики по обеспечению государственного суверенитета над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях. Коротко его называют законом о деоккупации Донбасса. При подготовке документа учтены и рекомендации министерства по вопросам оккупированных территорий. Россия в этом законе названа страной-агрессором, а переселенцам он гарантирует сохранение права собственности в неподконтрольных Украине районах Донбасса. В последние месяцы активизировались переговоры относительно введения в Донбасс миротворческих сил ООН. Украина, как и большинство ее западных партнеров, считает, что такая миссия должна контролировать всю территорию до границы Украины с Россией. В Москве первоначально настаивали на размещении миротворцев только на линии разграничения в Донбассе. Однако недавно президент России заявил о том, что Кремль не против размещения миротворческой миссии ООН на всей неподконтрольной Украине территории Донбасса. Договариваться об этом Россия предлагает Украине с представителями самопровозглашенных республик. В Киеве такую возможность отвергают. Гость нашего сегодняшнего эфира, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Здравствуйте. Когда я годами следил за деятельностью подобных вашему ведомств в Грузии и Молдове, меня всегда оставляла такая мысль, чем они занимаются, когда страна не контролирует территории, за которые отвечает данное министерство. Когда такое ведомство создали в Украине, у меня, естественно, возник такой же вопрос, потому что я годами следил за деятельностью этих ведомств долгими, я бы сказал, десятилетиями даже, и никогда не давал себе ответа точного, и теперь, может, я его могу дать. Знаете, мы, когда наше министерство создавалось, мы как раз поехали к нашим коллегам спросить, а чем мы должны заниматься. Ну, это шутка, но в каждой шутке есть доля шутки. Мы с ними очень плотно контактируем, и, правда, не только с ними, но и с хорватами, в плане понимания, что надо делать. Ну, во-первых, наша юрисдикция распространяется не только на оккупированные территории, но и прилегающие территории. То есть, фактически, мы всем, что связано, это у нас, так называемые, фронтовые и прифронтовые области. Это там, где мы отвечаем за многие вещи, начиная от инфраструктуры, восстановления, развития, ну и заканчиваем внутренне перемещенными особыми лицами, которые у нас сегодня от Рахева до Северодонецка, и от Чернигова до Херсона везде есть. А в принципе, вот, можно ли сказать, что в тех условиях, в которых находятся эти люди, вот эти переселенцы, в министерстве действительно может что-то для них сделать? Потому что, когда я встречаюсь с людьми, которые переехали в другие районы Украины после оккупации Донецко-Дурганской области, я слышу, что у них вообще проблемы такие, что они считают, что государство немного для них делает. Знаете, я их понимаю, почему они считают, что государственное дело первая и самая основная волна пошла в 2014 и в 2015 годах. Если честно, мы тогда реально и ничем-то особо помочь не могли. И второй момент, ну вообще, я бы их делил от ВПУ на три категории. Часть людей достаточно большая, если не больше, это те люди, которые выехали и сами решают свои проблемы. Они, в общем-то, по разным причинам считают, что не должны обремелять государство. Вторая категория, которая выехала и которая, в общем-то, воспользовалась тем, чем предоставляла государство, это расселение во временное жилье. Это у нас местные органы власти занимались, там, помощь, которую получали на коммунальные платежи, ну и так далее. И есть те, кто, в общем-то, в силу каких-то причин, ну, например, очень много людей, тех, которые переселились, и они расселяли их волонтерские организации. Это была очень большая помощь на тот момент. Но через пару лет это начало вылазить тем, что не оплачивается ни коммунальный, и потом уже приходится вмешиваться в министерство и решать эти вопросы. Как вы вот воспринимаете нынешнюю ситуацию? Вот, допустим, с оккупированной сферой. Вот, допустим, законная интеграция, он уже действует. Его подпоставил президент Украины, да. И возникает такой вопрос. Он что-то меняет реально в статусе оккупированных территорий, в отношении Украины к этим территориям? Понимаете, он первый говорит статус именно оккупированных территорий. У нас есть закон... То есть министерство было, а статуса не было? У нас был закон о статусе оккупированных территорий, который распространялся на Крым. Сегодня, фактически, статус оккупированных территорий у нас и Ордло получил, с сегодняшнего дня фактически. И, соответственно, закон начал действовать на этих территориях. И что он изменит? Ну, из таких вещей для разницы будет. Ну, например, раньше мы не признавали никакие документы, которые выдавались на той территории. Слово вообще. Вот наше министерство разработало, например, некоторые положения, как регистрировать детей новорожденных. Как им документы здесь оформлять и так далее. Сегодня вот по этому закону два документа будут признаваться. Это документы о рождении и документы о смерти. И на основании этих документов можно выдавать государственные документы Украины. И там, ну, вот это, видимо, из этих таких серьезных вещей только это. Во всем остальном, ну, линия разделения, она никуда не денется, она так и продолжается. А скажите, вот когда вы говорите, что будут признаваться документы, это не шаг к замораживанию конфликта, по вашему мнению? Вы знаете, я бы сказал, это было требование, которое неоднократно, как бы, вот нам, как государству, ставило Организация Объединенных Наций, особенно те и ее подразделения, которые занимаются правами человека. И мы долго не соглашались, но в данном случае, даже вот я говорю, у нас были механизмы, как детей там через Через Красный Крест регистрировать. Ну, законодатель пошел таким путем, мы выполняем. А вот непризнание других документов, как это вообще будет в дальнейшем возначаться на судьбе тех граждан Украины, которые живут на оккупированных территориях? Вот люди, они учатся в школе, ну, и некуда там деться детям, да? Потом поступают в высшие учебные заведения, там, да? Да, у нас есть программы тех, кто учится в школе для того, чтобы адаптировать в интернете, они могут выехать. У нас есть специальная программа для детей, которые выезжают и с серой зоны, и с неконтролируемой территорией, и поступают в высшие учебные заведения, там несколько проще поступать. Дипломы о высшем образовании не признаются, я сразу скажу, и, скорее всего, никогда не будут признаваться, даже хотя бы исходя из того, что все высшие учебные заведения, которые находились там, они выехали юридически. У нас все высшие есть здесь. И потому и профессорско-преподавательский состав, и база, и все остальное на сегодняшний день не соответствуют уровню, который заявлен как высшие учебные заведения на той территории. Ну, не говоря о том, что они фактически работают под контролем оккупационной администрации. Я это понимаю хорошо. Но, с другой стороны, я представляю себе обыкновенного человека, жителя Донецка. Вот он, человек заканчивает школу, вот его родители живут в Донецке. Он не собирался никуда из Донецка выезжать, собирался там учиться. Вот он учится. Каковы его жизненные перспективы? Ему некуда деться, получается? С этим дипломом почти 100%. Российская Федерация их тоже не сильно говорит признавать, хотя они там обещали, что это будет, но там есть трудности. Ну, мы не признаем. Ну, с точки зрения формальности, идти учиться в эти высшие учебные заведения просто тратить время и день впустую. Ну, не оказываются люди в ловушке определенные? Ну, определенные оказываются. Но я вам скажу, что вот в прошлом году и министерство подключалось, у нас были люди, условно говоря, дети, да, которые через линию разграничения переходили на нашу сторону без документов. Именно потому, что они хотели учиться в наших высших учебных заведениях, и мы помогали им получить документы, поступить, обустроиться и так далее. Чем дальше будет происходить эта ситуация, да, с Компионатой Театурой, тем большим будет в таком случае отрыв населения от остальной части Украины. Ну, мы сейчас говорим немножко не о том, хотя, я вам скажу, отрыв начался. Когда вы говорили о наших коллегах из Молдавии и из Грузии, да? Вот они когда с нами общались, и мы с ними общались, они говорили, как вам удалось сделать такую ситуацию, что предприятия, зарегистрированные у вас на территории, платят здесь налоги, а сами функционируют на оккупированной территории. Они не могли этого понять, мы сами не сильно понимали, как это удалось, но это большая... Разве в Молдове не так? Нет. Они работают, они зарегистрированы, но не платят налоги. Налоги платятся на территории Приднестровья. Для них это было удивление. И когда мы, ну, честно, никто не ожидал, что сами же наши активисты, патриоты, ну, наверное, уже в кавычках сегодня, разрушат систему, когда люди, которые находились на оккупированной территории, имели прямую связь с Украиной. Вот так произошло. То есть вы имеете в виду, что это произошло после того, как была установлена... Да, когда началась блокада в прошлом году, где-то в это время она там началась, плюс-минус. И в результате мы имеем то, что имеем. Мы получили 100, где-то 130-140 тысяч людей, которые потеряли там работу, которые полностью утратили все связи с Украиной. А основная часть населения? Работу еще все-таки имеют или они не имели его и до этого? Они не имели работы и до этого. Плюс, ну, что такое? Чаще всего, вот, по опыту общения, один человек имеет работу, это реально там 3-4, иногда 5 человек, которые живут на эти деньги. Вот не случайно поэтому, может, ваше министерство не называется министерством реинтеграции, потому что вот реинтегрировать в таком случае нечего? Ну, понимаете, реинтеграция населения возможна тогда, когда мы освободим эту территорию. Сегодня мы делаем все возможное, чтобы донести, условно говоря, на линии разграничения, на КПВВ, на нашей территории, где, по прошлому году, по-моему, 11 миллионов человек, ну, понятно, что столько нет, по несколько раз каждый человек переходили оттуда сюда. И мы считаем, что это тот ресурс, который мы должны использовать для реинтеграции населения, даже при том, что они находятся под оккупацией. Какие социальные обязательства украинского государства еще выполняются на этих территориях? Никаких. Ну, я имею в виду, может быть, для тех, кто приезжает на некоперативную? Для тех, кто приезжает, получают, ну, пенсионеры получают пенсию, если они зарегистрированы на нашей территории. И это все? Это все. Ну, социальные какие-то выплаты, если люди зарегистрированы, они тоже получают. Хотя, по сегодняшнему нашим распоряжениям, если, по-моему, 60 дней человек перебывает на линии, за линией разграничения и не возвращается, выплаты останавливаются. Он должен лично явиться, подтвердить, что он вернулся, живой, целый и здоровый и так далее. То есть раньше эти выплаты были таким определенным бизнесом? Люди жили у себя дома, приезжали, регистрировались как беженцы, получали деньги и возвращались домой? Ну, это, слушайте, он и сейчас это есть, ему это прекрасно понимает, называется пенсионный туризм, когда люди туда-сюда ездят за пенсией. И иногда это, ну, реальный случай, да, когда бабушка, да, или дедушка, они получают там 2,5 тысячи так называемой пенсионной помощи рублей на той стороне. Здесь дедушка получает пенсию, как шахтер, порядка 10 тысяч гривен. И коммунальные расходы на той стороне, они намного меньше, чем у нас. Вот люди живут и радуются жизни, им хорошо, если честно. Ну, знаете, лагеря палестинской беженцы существует 70 лет, их никто не отменял. Так что, возможно, такая модель будет существовать долго? Я не думаю, что такая модель будет существовать долго, но мы с вами уже не первый раз на эту тему разговариваем. Я считаю, что это все должно закончиться в ближайшем. Вот в прошлом году начальник генерального штаба Муженко, генерал армии, сказал, что да, мы можем плюс-минус в течение двух недель полностью освободить территорию Ордла. И вопрос, у нас хватает сил, средств и ресурсов. Но мы не можем сегодня спрогнозировать, какими засобами, средствами ударить навстречу российская армия. Ну, потому это маловероятный вариант. Ну, наверное, так. Второй вариант, которым и называется «Хорватский один». Это когда войска Российской Федерации вышли, ну, выйдут, да, и тогда армия зайдет, но будет гарантия, что Россия не ударит навстречу. То есть те же самые две недели. Но при договоренностях с Кремлем. Да. Определенно. Ну, и третий вариант – это миротворческая миссия ООН, которая должна зайти, выполнить 10-й пункт Минских, ну, все соглашения, но 10-й пункт – это вывод иностранных войск, разоружение иностранных наемников и разоружение боевиков местных. Напомню, что сегодня в программе «Дороги к свободе» участвует заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак. Ведет ту программу. Виталий Портников, эту программу «Свободы» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на канале «Настоящее время». Юрий Николаевич, когда говорят, вот вы говорили об этих трех вариантах, когда говорят о миротворцах, он, когда говорят о регулировании, постоянно говорят об регулировании путем выполнения обеими сторонами, обеими минских соглашений. Вот вы общаетесь с украинскими политиками. Вы вообще считаете, что существуют украинские политические силы, способные проголосовать за минские соглашения в полном объеме при предоставлении территории, которая сейчас оккупирована, по сути автономного статуса состава Украины? Значит, я еще раз, никто не проголосует ни за автономный, ни за полный, ни за федеральный, ни за конфедеративный, но я должен вам сказать, что за все остальное уже проголосовывают. За все остальное, да. Но там это принципиальные вопросы? Я прошу прощения, не может быть автономного статуса у села или у города. Я помню такой город, город Севастополь, он по сути имел автономный статус. Он был в составе Украины, где руководство назначалось напрямую из Киева. Это был один из дневных городов, где у нас не было выборов городского головы. Но я по-другому сейчас скажу. Фактически, о чем сегодня идет речь? У нас есть обязательство провести местный выбор. А мы провели сегодня в стране то, что называется децентрализацию. Я просто считаю, что наше политическое руководство страны, оно просто, ну, не будем его сильно охватить, хотя это был практически гениальный шаг. Когда большая самостоятельность региона была трансформирована в законодательстве, как децентрализация, где власть передали местным громадам. Не области, не райтом, а село, уселыщие и город. Общине. Общине. Общины могут быть... Как Александр Савич Солзанистан не читал, кажется. Ну, это практически, это правильная точка зрения. Я, как человек, когда-то работающий местным самоуправлением, это всегда была проблема. За какие деньги отремонтировать 2 километра дороги, если у тебя есть на 6 метров? Ну, денег в бюджете. А дорогу ремонтировать надо, потому что по ней ходит скорая помощь, и автобусы людей возят, ну и так далее. И в результате что мы получили? Так называемый закон об особенностях местного самоуправления. А дальше работа наших переговорщиков в Минской подгруппе, которые сформулировали все эти вещи. Ну, я уже как-то рассказывал. Вот Парахабота у нас есть такая веселая. Ну, люди, которые любят опровергать фейки, и даже не столько за Порошенко, сколько за Украину выступают. Вот был большой анализ, я тоже делал его сам. Ну, я по некоторым пунктам делал анализ вот этих законов о местном самоуправлении, особенностях. Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области. Этот закон частично списан с тех законов, которые существуют сегодня на территории Украины с 91-го года. Некоторые с 96-го, некоторые с 98-го и так далее. Прямо целыми вот абзацами. И потому я говорю, что те люди, которые с нашей стороны писали, они знали, о чем пишут. Ни один пункт этих соглашений не нарушает ни целостности нашей страны, ни Конституции нашей страны, ни всего остального. Я могу вам... Конституции не нарушают, но я могу вам возразить по нескольким пунктам. Первый пункт. Ни один орган местного самоуправления в Украине не согласовывает с центром кандидатуры руководителя прокуратуры и судей. Вот опять же, мне нравится юридический формулирование. Он не согласовывает. Это разные функции. Он принимает участие в... Представитель органов местного самоуправления принимает участие в назначении. Да, это возможно. Нет. Принимать участие у нас сегодня... Извините, но прокуратура. Вы знаете, что сегодня в прокуратуру нельзя поступить никаким образом, кроме конкурсной комиссии. Да, это я знаю. Знаете. Следовательно, принимать участие в этом случае, это один представитель от, условно говоря, городского совета города Донецка, будет членом этой комиссии. Он принимает участие в назначении. Но это в том случае, если этот закон будет вот так вот выписан и не будет... Я прошу прощения. Там очень интересно написано. Согласно действующего закона Украины. Что такое, в моем понимании, безопасность на этих территориях, когда можно проводить выборы? Это когда миссия ОБСЕ, миссия спостригачев, наблюдателей на выборах вместо органов власти, без охраны, без согласования с миротворческими войсками или с полицией местной, сможет посетить избирательный участок города Шахтерска на улице Ленина. Если сейчас он Ленина, тогда я не знаю, переименую. Вы переименуете только в том случае, если захотят местные органы власти, может она будет Ленина до второго пришествия. Я человек, который работал в местных органах власти. И в 2014 году я как раз выступал за многие из этих положений, потому что я как человек циничный, я всегда говорю, ребят, вы никак не можете понять, любой человек, которого завтра изберут городским головой, город Донецк, который на сегодняшний день, даже при децентрализации, денег у него не будет, потому что предприятия вывезены, разграблены и так далее. Ему придется договариваться с Киевом. Он придет, а в Киеве, мы же ребята простые, мост надо переименовать, понимаете, с улицы Постышева на улицу, я не знаю, там, Сечевых, Стрельси. Будете вот так покупать лояльное за название? Я шучу просто, вы понимаете и поймите меня, просто эти люди, которые приходят, я еще раз говорю, я был там в разных уровнях власти, органы местного самоуправления, разница в политических взглядах людей достаточно нивелируется, потому что когда рвется канализационная труба, надо одевать бахилы и лезть, извините меня, в канализацию, а не размышлять на тему о том, кто лучше. Хорошо, но тогда мы должны с вами прийти к выводу, так сказать, заключение нашего разговора, что вы считаете, что к 2020 году на оккупированных территориях может быть уже развернута миротворческая миссия, что она уже выполнит часть своего мандата и создаст условия для проведения местных выборов, что это возможно. Нет, я не думаю, я просто говорю о том, что это один из вариантов развития событий до 2020 года. Будет ли там достаточно, ну, условно говоря, может быть, я не знаю, в Донецке, да, и меры безопасности будут достаточны для проведения местных выборов. Но, например, в Шахтерске или в Макеевке не факт, потому что каждый город имеет свои особенности, и там даже вплоть до разной криминальной обстановки, которая там была и раньше, и сейчас, я думаю, еще больше будет. И потому, ну, это один из вариантов, который я считаю, что можно рассматривать. А в 2020 году будут тогда под контролем Украины территории находиться? Я думаю... Фактически, фактически, неформально? Да. Там же, как только начинаются выборы в местные органы власти, контроль над границей должен перейти в вооруженным силам Украины. Ну, логично. Вопрос же не написан, с каких органов власти, да? Ну, завтра проведем в селе, там, я не знаю, землянки, да, у нас там есть хорошее село, большое, тысяча пять человек живет. Вот в землянках проведем выборы в органы местной власти и начнем переходить. Если бы я был бы российским переговорщиком, я бы сказал, что должны всюду пройти выборы вместо органов, а потом контроль над границей, так они и скажут. Не, они, конечно, могут говорить все, что угодно, но я еще раз говорю, я когда читал вот все эти договоренности в Минске, я просто восхищался. Почему? Потому что вот, ну, например, знаете вы о том, чтобы закон о непритягивании, и привлечении к ответственности за отдельные, за события на отдельных территориях Ордло, да, в сентябре 2014 года мы должны были принять, это в документах минских протоколов, а в феврале 2015 года мы должны ввести в действие. То есть закон, который, когда сейчас наши переговорщики говорят, ребята, что вы пристали к нам, у нас есть закон о непритягивании до ответственности, то есть какая амнистия, у нас там все расписано. Потому что этот закон тоже был проголосован, но не введен в действие. Он будет введен в действие, как только мы, органы, правоохранительные органы Украины начнут действовать на этих территориях. Вы родились же в Донецке, но уже забываете русский язык, выживая иллюстрацию украинизации. Вы знаете, это ситуация, когда вообще-то я разговариваю на трех языках, и на русском достаточно часто, ну, там, мама, она у меня вообще из России, но когда ты разговариваешь терминами, которыми коррестуешься, оно в автомате не выходит. Поблагодарю Юрия Грымчака, заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины за участие в нашей программе. Спасибо, Юрий Николаевич, что были с нами. Провел эту программу для вас, Виталий Портников. Напомню, что это была программа «Дороги к свободе». Эту программу вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова